Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Я немножко попытался обнести для себя, во всяком случае, ясность о том, кто же, собственно, обстрелял восточный микрорайон в Мариуполе. Сразу скажу, что я не претендую на достоверность, я не занимаю какую-либо точку зрения, я лишь пытаюсь в чем-то разобраться, чтобы сделать для себя выводы, кто же это, в принципе, мог быть. Естественно, ответы неоднозначные, но, тем не менее, каждый может сделать вывод сам для себя. В первую очередь, давайте посмотрим видео, там, где, собственно, рвутся снаряды и где они будут рваться. Остановим видео тут, поскольку дальше нас ничего не интересует. Что мы, собственно, на этом видео смогли понять? Это часть микрорайона Восточный, самая окраина города. Я так полагаю, что это место... Съемка велась либо 61-го, либо 63-го дома, поскольку школа стоит во дворе. Вход, как мы видим, с этой стороны его нету. С этой, прошу прощения, с этой стороны он есть. Следовательно, съемка велась из одного из этих домов, либо 61-го, либо 63-го. Куда падали снаряды? Снаряды падали за деревья. Я так полагаю, что либо за эти, поскольку непонятно, из какого конкретно дома велась съемка, либо же за эти. Откроем Military Maps и посмотрим, что в этот момент здесь происходит. Видим тот же самый район, ту же самую школу, так, чтобы, опять же, внести ясность. Давайте посмотрим номер дома. Номер дома 92. Вот он, 92-й дом. Соответственно, обстрел велся по этим позициям. На этих позициях, как раз, как мы видим, ведет свое наступление ополчения. Как раз на укрепрайон и блокпост украинской армии. Теперь, собственно, по попаданиям, которые шли по жилому сектору. Я нашел несколько видео. Давайте посмотрим их. Я их уже перемотал до определенного момента. Но, тем не менее, наверное, стоит их посмотреть сначала. Улица Олимпийская. 161-й дом. Ближе подходить не буду. Там рынок. Каждый домами он же ход в рынок. Каждый дом. Вон рынок. Град. Летел он оттуда. Оттуда. На этом моменте видео остановим. На наших глазах дом номер, сейчас скажу, 165-й. Точка падения этой воронки примерно вот здесь. Собственно, я провел прямую линию для того, чтобы посмотреть, откуда, собственно, мог вестись огонь. Потому что дальность разброса 200 метров. И, тем не менее, плюс-минус он мог вестись оттуда. Я провел эту линию на 13 километров. Почему на 13 километров? Давайте посмотрим теперь Милитари Мапс. Попадание. Вот оно. Видео, которого мы сейчас смотрели. Сейчас посмотрим еще одно. Что же у нас находится в 13 километрах на... Ну, что это у нас? Северо-Востоке. Северо-Северо-Востоке. Позиции артиллерии и вооруженных сил Украины. Куда мог вестись этот огонь? Я думаю, что осколочно-фугасные снаряды, которыми не так легко, собственно, навестись, могли... Мог вестись огонь, судя по тому, что мы видели на первом видео, как раз по позициям ополчения. А это просто банальный недорасчет. Давайте посмотрим еще одно видео, чтобы убедиться, что как раз оттуда шли снаряды. Многоэтажки. Это, собственно, дело у нас обстоит уже через дорогу. Это у нас улица Олимпийская. Дом примерно 314, 310. Здесь почему-то нету мировой. 304. И почему я именно здесь поставил точку, сейчас я вам покажу. Итак, снаряд. Снаряд. Как мы видим, воронка расположена примерно в ту же сторону, что и на видео предыдущем. Если мы видим то, что здесь дом у нас стоит поперек, а здесь вдоль. И мы снова откроем карты. Эта точка падения примерно вот так. Шла вот так вот. Относительно, я имею ввиду, постановки домов. Дальность разброса осколочно-фугасных снарядов у системы реактивного огня залп 200 метров. Сколько здесь? 150 метров. Господа, я, опять же, не хочу и не претендую ни на какую достоверность. Но, тем не менее, это выглядит убедительно о том, что разброс 200-300 метров раз 13 километров, а это как раз в пределах дальности стрельбы прицельной реактивных систем залпового огня ГРАД, могли нанестись вооруженными силой Украины. Просто из-за ошибки. Я никого ни в чем не обвиняю. Большое спасибо.